Деньги вперед! Утром деньги, днем стулья. Примерно такой смысл формулировки альтернативная котельная, которую хотели применять в Забайкальском крае когда-то и вернулись к этой навязчивой идее опять. Вообще это неофициальное название относительно нового метода расчета тарифов на тепло, только лишь математика. Надо понимать, что речи о строительстве настоящих осязаемых котельных здесь не идет. В 2017 году был утвержден федеральный закон 279 о внесении изменений в закон о теплоснабжении. В нем предлагается возможность введения ценовых зон теплоснабжения или нового способа расчета тарифов «Альтернативная котельная». Формула выглядит так. Представляем новую котельную и сколько она стоит. Стоимость строительства и содержания мы делим на количество гигакалорий, которые бы эта котельная вырабатывала, и получаем стоимость одной гигакалории. Итоговое значение – это предельная стоимость, то есть дороже продавать тепло нельзя. Дешевле можно. По положениям федерального закона 279 ценовые зоны теплоснабжения – это не что иное, как населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на альткотельную. То есть в них цены на тепловую энергию для потребителей ограничены. В каждой ценовой зоне должна быть единая теплоснабжающая организация, сокращенно ЕТО. Это основной поставщик тепла в системе теплоснабжения, которая обязана обеспечить всех потребителей в зоне своей работы и несет полную ответственность за надежность и качество. Совершенно очевидно, что если ЧИТА перейдет на способ «Альтернативной котельной», то поставщиком с естественной монополией станет опять ТГК-14. С 2017 года на сайте Минэнерго России работал интерактивный калькулятор, где любой мог выбрать свой регион на индивидуальных условиях, рассчитать стоимость тарифа по методу «Альтернативной». В апреле прошлого года мы уже считали тариф для Забайкальского края по новому методу. Получилось 2174,75 рубля за одну гигакалорию, в то время как действующая на тот момент сумма была 1403,88 рубля. К слову, сейчас цена выросла до 1673 рубля. В 2022 году губернатор Забайкальского края обсуждал с руководителями ТГК-14 возможность перевода края на метод альткотельных. Мол, такая программа – это развитие тепловой структуры на 10 лет вперед. В тариф были бы включены не только текущие затраты на обслуживание, но и средства, вложенные инвестором в строительство новых котельных и модернизацию сетей. Предполагается, что рассчитанный по новой схеме тариф будет включать не только текущие затраты теплогенерирующих компаний, но и расходы на строительство новых объектов и модернизацию существующих сетей. Годом ранее, в 2021-м, еще министр ЖКХ Илья Золотухин выразил поддержку метода альткотельной. Вопрос этот поднимался представителями ПАО ТГК-14. То есть, эту методику поддерживает Минстроя и Минэнерго. Мы сейчас находимся в диалоге и с РСТ, и с ТГК-14. То есть, в принципе, осматриваются эти финансовые модели. Министерство ЖКХ Энергетики и Ассоциации связи относится к этому положительно, но есть определенные нюансы, которые надо предусмотреть. То есть, главное тут, чтобы на потребителей не легла очень большая нагрузка по увеличению тарифа. Интересный момент. В 2021 году на обслуживание котельной в городе Шилка искали концессионера, компанию, которая бы выполняла ремонт, содержание и прочее. Претендентами были две компании – ЗАПТЭК и некая ООО «Теплоэнерго». В деятельности обеих компаний производство тепла. И обе в теории могли бы стать единой теплоснабжающей организацией на территории города и считать тарифы по методу альткотельной. По данным на 2021 год, «Теплоэнерго» на 100% принадлежала национальной энергетической компании, президентом которой числился на тот момент Александр Михайлович Осипов. Знаете такого? В пресс-службе правительства края тогда заявляли, что свои полномочия на тот момент он уже сложил. Однако, по данным сервисов проверки контрагентов, работу в компании он прекратил 29 апреля 2021 года. Спустя 22 дня после выхода сюжета заптовая фирма «Протеже», претендующей на котельную в Шилке. Подытоживая всю историю, посмотрим на примеры других регионов, где метод альткотельной все же ввелим. Предварительные расчеты говорят о росте тарифов для 80% населения в Ленинской области. Обычная схема у нас – это рост инфляции и, соответственно, затраты, которые приводятся нашим регулирующим органам, регуляторам. А здесь другой вариант – некая расчетная альтернативная величина. Те котельные, у которых выше, они вроде замораживаются и ждут, пока она не достигнет в течение нескольких лет этого уровня. Те, которые ниже, они начинают в ускоренном порядке до этого уровня подбираться. По данным федеральных изданий, в начале 2022 года модель альткотельной использовали в 31 городе страны, в том числе и в Сибири. Например, в Красноярске, Каннске, Барнауле, Рубцовске, Прокопьевске и так далее. Специалисты считают, что о конкретных последствиях говорить еще рано. Кому как повезет. Расчет индивидуальный. Людям нет дела до тарифа. Им важно, какая сумма будет в платежных квитанциях. Состояние платежного документа регламентируется предельным индексом роста платы. Тариф – это цена за единицу, гигакалорию. А плата – это сумма за количество потребленных гигакалорий в платежке. Предельный индекс роста платы в каждом субъекте утверждается индивидуально. В силу того, что Красноярск и Каннск перешли на режим альтернативной котельной, предельный индекс роста платы для этих муниципальных образований составил 6,7%, когда в других городах края он равен 4%. То есть жители указанных городов стали платить больше. Еще один четкий вывод опубликовал Институт проблем естественных монополий. Проведенные расчеты показывают, что тариф альтернативной котельной выше текущего уровня тарифов для всех 19 городов, выразивших желание стать пилотными для использования нового метода тарифного регулирования. В ряде из них превышение составило бы от 20 до 84%. Переход на метод альтернативной может привести к ускоренному росту тарифов на тепловую энергию для населения во всех рассмотренных городах. Риск всплеска социальной напряженности в результате форсированного роста тарифа несет опасности и для финансовой устойчивости теплогенерирующих и теплосетевых компаний, поскольку в качестве меры реагирования на рост социального недовольства органы власти могут пойти на кардинальное ограничение роста тарифов. Подобные программы рассчитываются на 10 лет вперед, чтобы инвесторы, вложившие деньги, получили их назад, да еще и, понятное дело, с конской прибылью. Только в Забайкалье так далеко планировать весьма тяжко. Ни один министр ЖКХ за последние лет пять не отработал положенного срока, а кого-то не хватило даже на год.